Продолжение следует... Работа торговли в других странах. Но и сам Казахстан служит пунктом назначения в трафике, в котором, к сожалению, товаром являются людьми. А какова ситуация в нашей Мангисталской области, будем разбираться в сегодняшнем эфире программы. Есть что сказать со специально приглашенным гостем, спикером сегодняшнего эфира. Это председатель общественного объединения МИР и областного филиала Бюро по правам человека Александр Викторович Муха. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Викторович, очень рада вас видеть. Ну что, очень актуальна тема на сегодняшний день. Мы ранее с вами об этом говорили. Давайте начнем с того, что вообще представляет собой рабство в современном Казахстане и кто, как правило, становится его жертвами. Ну, сказать, что это отдельная какая-то форма, которая присуща только Казахстану, естественно, нельзя. Почему? Потому что формы современного рабства, они, в принципе, практически в каждой стране одинаковы. Почему? Потому что это транснациональное преступление. И в основном работорговцы, они вырабатывают свои определенные какие-то формы, свои приемы для того, чтобы можно было использовать их и затягивать именно людей в сети рабства. И надо сказать, что в последние годы, начиная с пандемии, вот эти приемы, вот эти методы, они изменились. Вот, причем я занимаюсь уже давно этой проблемой, могу сказать, что каждый раз, когда все-таки сообщество, не только нашей страны, а все страны, говорят, начинают говорить, вернее, или использовать какие-то новые методы борьбы против этого преступления, вот, не остаются, так скажем, в долгу. И сами работорговцы, они пытаются найти новые лазейки, новые какие-то приемы, заманивания, и все-таки преступление это, как было третьим по счету, если в мире посмотреть после наркотиков и после торговли оружием, так оно остается и до настоящего времени. А вообще женщин, ставших жертвами торговли людьми, больше или меньше, чем мужчин? Если говорить в целом, брать статистику, которая существует, правда, сразу хочу оговорить, что статистику, если вы захотите, уважаемые телезрители, посмотреть, она будет разной. И разной она будет, например, на сайте генпрокуратуры, на сайте МВД и на сайте, например, международных организаций, там, где в основном мы свою статистику показываем. Почему? Потому что мы работаем все-таки по грантам. Вот. Почему она будет разной? Потому что у нас существует такое обязательное условие, что если это торговли людьми, и если это возбуждение уголовного дела, которое в основном в статистику уходит, вот, то обязательно должно быть заявление, согласие жертвы на сотрудничество. Но эти люди, к сожалению, во многих случаях хотят просто вернуться домой. У них, насколько так психологически, скажем так, травма, что говорить с кем-то, о чем-то и так далее, они просто не хотят. Вот. Поэтому, естественно, у нас немножко больше будет статистика по уголовным делам, у нас будет чем поменьше статистика и так далее. Если говорить в общем, то, наверное, превалирующее число все-таки, ну, я бы не сказал намного, но где-то так 55 на 45 будет больше женщины. Почему? Потому что Казахстан на сегодня стал страной, где очень быстро стала развиваться такая тенденция, как приглашение в качестве домашней прислуги, няней там по уборке дома и так далее. Ну, а этим в основном занимаются женщины. Если взять нашу область, то, наверное, здесь все-таки я пока бы назвал немножко больше превалирующих мужчин. Вот почему? Потому что у нас только последние где-то 2-3 года так ярко стала тоже проявляться вот тенденция к тому, чтобы брать, нанимать себе домашнее хозяйство работников. Ну, в основном работниц, я говорю. Вот. Поэтому на сегодня где-то вот, ну, где-то, так скажем, 45 на 55 мужчины превалируют именно по нашей области, я имею в виду. В начале 2020 года в ООН прогнозировали, что в мире усугубится ситуация с торговлей людьми из-за пандемии коронавируса, как вы выше говорили. Вот сбылся ли на самом деле этот прогноз? И если да, то в чем именно это выражается? Ну, в принципе, можно сказать, что прогноз, конечно, сбылся. Сбылся почему? Потому что за период пандемии, когда были закрыты границы, когда были закрыты государства, вот, естественно, трафикеры, вот, торговцы людьми, они стали разрабатывать для себя новые какие-то приемы или способы и так далее, и тому подобное. Вот. И, естественно, значит, появились такие способы, как вебкам в интернете, появились, ну, способы, которые позволяли, поскольку это только воздушные перевозки в основном сохранялись, вот, позволяли, все-таки нашли возможность перевоза через границу девушек и так далее. Поэтому сказать, что пандемия повлияла на то, что все было закрыто и снизилось вот это преступление, я бы так не сказал. Наоборот, появились новые формы, и на сегодня, когда границы открыты, действуют и старые приемы, и теперь те новые, которые получили, как бы, свою отработку или свой такой практический какой-то опыт, конечно, отрицательный, в то время, когда была пандемия. А как выглядит эта эксплуатация, вот, например, через интернет? Через интернет? Это один из новых способов же, да? Ну, можно сказать, да, потому что все-таки больше раньше было возможностей, может быть, или направлений такой, знаете, чтобы с живым человеком уговаривать, там, его обманывать, там, шантажировать и так далее. Вот. А вот пандемия, она дала возможность отработать, вернее, вот эту вот отстательную систему вербовки, это опять-таки через те же объявления, через знакомства. Очень появилось много знакомств, например, романтического характера, вот, что, в принципе, у нас всегда было. Но вот именно в период пандемии была возможность, особенно с молодежью, почему? Потому что, ну, в основном подростки были предоставлены себе сами, вот, в школу не ходили, была возможность все-таки работать или входить в интернет, вот. Ну, а поскольку многие из них просто не понимали того, что с ними происходит и так далее, естественно, легче было их завербовать. Потом появились вот эти вот веб-каналы, которые тоже стали в основном вербовать девушек, вот, ну, и юноши тоже, но большинство девушек, девочек, вот. И опять-таки почему? Потому что, ну, существует, наверное, некоторая малограмотность в области работы вообще в социальных сетях, как себя человек там представляет, выставляет и так далее, вот. Ну, и, естественно, вот переход к пандемии, он ведь дал возможность в некоторых случаях, например, документировать и так далее через, там, цифровые технологии и так далее, вот. Использовали и это для того, чтобы поделать паспорта и таким образом перевести через границу. Тем более, что и билеты можно было заказать, опять-таки, через интернет и так далее. И это вот потихонечку создало определенную базу для того, чтобы появились вот эти, как бы, новые направления, как мы считаем. Александр Викторович, ежегодно в нашем регионе, в Мангисталской области, до 25 мигрантов становятся жертвами работорговли. Насколько эта цифра реальна? Эта цифра, я скажу, реальна. Эта цифра, которая у меня уже озвучивалась. Я взял среднюю цифру вот за последние, допустим, 5 лет. Вот. Где-то было 18, где-то 21, где-то 24, где-то 28. Вот. Но в целом, вот, именно эта цифра примерно достигает этого уровня. Вот почему? Потому что, опять-таки, если мы статистику посмотрим, то довольно-таки мало будет возбужденных дел, вообще нет, можно так сказать. Вот. Хотя мы очень дружно работаем с полицией, она нам очень помогает. Вот. Криминальная полиция в то время. Но, опять-таки, из-за того, что люди не хотели писать заявление, не хотели участвовать вот в этих следственных действиях, вот они, в основном, просили только сертификат на возвращение. То, что мы делаем в основном, благодаря тому, что консульство здесь у нас есть, а потому что в основном жертва это Узбекистан, вот, и отправить их быстрее домой. Ну, не было возможности, конечно, чтобы поработал психолог, там, социальный педагог с ними, чтобы все-таки сказать, что довести до сознания человека, что вот он бросил, уехал, ему помогли, но за ним же приедет следующий, который тоже может попасть в эту же ситуацию. Ну, вот, с июля прошлого года были внесены изменения в стандарты оказания помощи жертвам торговли людьми, которые давали теперь уже возможность в рамках госзаказа, который у нас объявляется для неправительственных организаций в течение месяца, все-таки этих людей оставлять в приютах, работать с ними и так далее. До июля прошлого года такой возможности у нас не было, потому что там четко было сказано, что работаем мы только с нашими людьми, которые, я имею в виду гражданами, которые попали в эту ситуацию, лицами, которые имеют вид на жительство, вот, а такой категории, как в основном уязвимые мигранты, которые нелегально чаще всего остаются здесь, вот, почему я говорю нелегально, легально пересекают границу, но работают нелегально, потому что едут как в туристической визе, вот, для них мы не имели такой возможности. С прошлого года она появилась, вот, но даже появление этой возможности на сегодня, оно зависело еще и от того, вот, какой все-таки будет, знаете, основной фундамент того, как законодательство будет защищать права этих людей и насколько оно даст возможность более эффективно разрабатывать форму борьбы с этим преступлением. И вот таким фундаментом, я считаю, будет закон. 25 человек для нашего региона, это большая цифра? Ну, если мы возьмем, допустим, если мы возьмем чисто по населению, да, по количеству людей, вроде бы, казалось бы, она не очень-то большая эта цифра. Почему? Потому что я там понимаю, когда говорит Алмата, когда говорит Шимкент, где вообще очень много, значит, мигрантов. Но и с другой стороны, если у нас население гораздо-гораздо меньше, и эта цифра все-таки получается, наверное, будет она немаленькая. Тем более, что наш регион очень, скажем так, для мигрантов считается значимым практически для всех. И кроме того, что у нас жертвами были люди из Узбекистана, мигранты, у нас был и Таджикистан, у нас была Киргизия, у нас был Азербайджан, вот у нас была Россия, вот, то есть последний вот период, я это называю тех, которые в этом году, вот, это говорит о том, что география привлекательности Казахстана расширяется, и Мангостау в том числе. Вот, поэтому я считаю, что это цифра большая все-таки для нашей области. Александр Викторович, на сегодняшнюю тему мои коллеги подготовили специальный сюжет, в котором вы тоже непосредственно принимали участие, давайте посмотрим вместе. С начала года общественное объединение МИРМ оказало поддержку восьми мигрантам, ставшим жертвам торговли людьми. Ежегодно помощь организации получает 18-25 человек. Им помогают оформить документы, чтобы они смогли вернуться на родину. С ними работают психологи и юристы. При этом наказать работорговцев и эксплуататоров очень сложно, отмечают правозащитники. В основном жертвы приезжают по туристическим визам, но с намерением подзаработать. И когда их против воли держат в качестве дешевой рабсилы, боятся писать заявление о возбуждении уголовного дела. В таких случаях полиция не может проводить расследование и привлекать эксплуататоров к ответственности. Новый закон о противодействии торговли людьми предусматривает наказание работорговцев вне зависимости от того, есть заявление от потерпевшего или нет. Закон, который сейчас выйдет, он более положительно будет влиять на эту ситуацию. Каким образом? Потому что теперь у нас не может это преступление не считаться преступлением ни по каким мотивам. То есть есть сигнал, проверили, написала жертва, не написала жертва, уголовное дело против работодателя будет обязательно возбуждаться. По словам правозащитников, еще одна проблема борьбы с работорговлей заключается в том, что действующее законодательство требует существенной доработки. В частности, чтобы усовершенствовать статью 128 Уголовного кодекса торговли людьми. Закон это фундамент, на котором держатся все вот эти вот постановления. Они, естественно, будут влиять и на, может быть, и на содержание даже той же 128 статьи, которая у нас четко называется торговля людьми. Почему? Потому что в соответствии с международными стандартами приведено само понятие в республике, что такое торговля людьми, какие виды эксплуатации бывают, которые относятся именно к видам торговли людьми и так далее. То есть этот закон создаст чисто основу для того, чтобы можно было более эффективно бороться с этой проблемой у нас на территории республики. Александр Муха отметил, что законопроект о противодействии торговли людьми, разработанный еще в прошлом году в МВД, сейчас готовится к подписанию. Вступление закона в силу ожидается до конца текущего года. Спасибо моим коллегам за предоставленный новостной сюжет. Александр Викторович, что Вы можете дополнить по этому поводу? Ну, я бы сказал, что мы очень давно ждали этого закона. Ну, видимо, у нас вот так поставлена система. Мы очень долго ждали стандартов оказания, и только в 2014 году мы их получили. И вот с 2014 года мы уже говорили о том, что нужно закон и так далее. И обмен опытом между даже ближним зарубежьем, откуда к нам приезжают мигранты, которые попадают в эту ситуацию, говорит о том, что такие законы необходимы, потому что он есть в Узбекистане, он есть в республике Кыргызстан и так далее. И очень отрадно, что вот эти наши надежды на то, что будет закон принят отдельный, они были услышаны президентом, потому что в прошлом году, когда он говорил о необходимости дополнить НПА в области прав человека и так далее, отдельная строка, если вы помните, шла именно против торговли людьми, против домашнего насилия и так далее. И это, наверное, было тем моментом, который дал возможность все-таки более серьезно подойти к разработке этого закона. Я сам был в комиссии, которая разрабатывала этот закон. Мы изучили очень много различного опыта других стран. Вот понятно, что у каждой страны есть свои особенности, как мы говорим, есть своя ментальность и так далее. Поэтому, естественно, разрабатывая практически по каждому пункту, по каждому предложению, у нас были горячие дебаты о том, что вот это, возможно, не подойдет, потому что у нас немножко другая специфика воспитания, другая специфика восприятия. И вот все это в таких вот дебатах все-таки привело к тому, что на сегодня концепция закона готова. И в парламенте была представлена, была заслушана. Как я уже говорил, мы ждем, что к концу этого года закон уже вступит в силу. И это даст возможность на сегодня на законодательном уровне все-таки нам, как неправительственному сектору, работать с теми, кого мы освобождаем, с жертвами торговыми людьми, чтобы на то, чтобы все-таки конечной точкой было наказание самого трафикера. А не то, что он уйдет от ответственности, потому что человек просто боясь не захотел написать это заявление. То есть у нас будет возможность всех абсолютно жертв размещать в шелтора и работать с ними и психологу, и юристу, вот, и объяснять, почему это необходимо. А чем вообще грозит вот людям, которые занимаются работой торговлей? Ну, согласно нашему законодательству, там 15-17 лет в конспискации имущества. Строго. Строго. Да. Но это нужно, необходимо, потому что хорошо говорить, рассуждать, но когда видишь этого человека, видишь, насколько взрослый человек или там молодой человек сломлен, насколько у него запуганный вид практически, знаете, как будто человека вынули где-то, ну, долгое время был в лесу, ничего не видел, ничего не знает, и от всего шарахается, это очень сложно. Александр Викторович, вы упомянули, что в борьбу с торговлей людьми должен обязательно включаться бизнес. Вот в этом контексте что вы имеете в виду? Какая роль бизнеса будет играть? Говоря о бизнесе, здесь я имел в виду следующее, что есть такое понятие, как, ну, не то что понятие, работают в основном мигранты, пусть они легально, пусть нелегально, не об этом вопрос. Они работают где? На стройках, в кафе, в столовых, вот, то есть на тех предприятиях, которые кому-то сегодня принадлежат. Вот, и очень бы хотелось, чтобы, ну, это уже есть, уже есть некоторые подвижки, направления, чтобы вот со своими бизнесменами, у нас есть ассоциация бизнесменов и так далее, проводилась работа по этическому найму мигранта, чтобы он понимал, что, я понимаю, что заключить устно договор, да, и, может быть, я не хочу никого оскорбить, но уйти каким-то образом из налога, от налога, еще чего-нибудь, это, конечно, лучше, да, ближе к сердцу, так скажем, но дело в том, что перед нами человек, перед нами судьба этого человека в дальнейшем и так далее, он такой же, как и мы, и он не виноват в том, что ему пришлось мигрировать из своей страны и поехать куда-то на заработки. Где-то у него есть семья, где-то у него есть родственники, которые ждут его, чтобы он вернулся, но не с такой ситуацией, которую мы освобождаем, и когда он подавлено возвращается психологической травмой, вот, бизнес, я считаю, что должен участвовать в том, что, во-первых, обучать своих бизнесменов, говорить, что есть такое преступление, что есть необходимые на законном основании методы приема, допустим, этих же мигрантов, это раз. Во-вторых, было бы неплохо, если бы и у нас была такая уже практика, когда бизнес помогал обучать, допустим, даже наших граждан, которые уезжают за рубеж, попадают в такую ситуацию, приезжают с нуля вроде бы как начинать, а тут курсы, которые бизнесмены организовывают, та же цифровая грамотность и так далее. Есть уже методы, они работают. Просто, наверное, надо более такую тесную связку создать для того, чтобы можно было только расширять вот это направление. И, естественно, если работодатель будет знать об этом преступлении, он будет понимать, что это такое, но он же не пойдет на это, значит, нету будет уже тех людей, которые будут постоянно эксплуатировать и так далее. Он будет бороться даже сам с этим, потому что это, ну, все-таки честь работодателя, я считаю. Почему люди, попавшие в эксплуатацию, не всегда просят о помощи, даже если кажется, что они могут это сделать? Вот выше вы говорили, что вы хорошо работаете, помогает департамент полиции, но почему-то заявление не поступало. Ну, начнем с того, что, понимаете, чисто психологически. Молодой человек, ну, пусть не молодой, пусть 35-40 лет и так далее, зная о том, что сейчас есть современное рабство, вдруг оказался в этой ситуации. Перед собой стыдно, перед окружением стыдно и так далее. Это если мы возьмем трудовое рабство, да? Если мы возьмем сексуальное рабство, вы прекрасно знаете, каков наш менталитет по отношению к девушке, которая где-то оказывала сексуальные услуги. То есть, насколько этот вот еще стереотип как бы сохранился, мы долго говорим и много говорим уже об этом, но до сих пор сохраняется, и поэтому человек тоже не хочет. Дальше, человек взял последние деньги в кредит, оформил, чтобы поехать работать, и вдруг он в такой ситуации возвращается. Мы же не просто возвращаем, мы связываемся с такой же организацией, чтобы она приняла его там, чтобы она помогла ему дальше реабилитироваться чисто психологически и так далее. И вот эта, видимо, мысль о том, что об этом узнают, это, наверное, основная мысль, которая есть. Ну, а во-вторых, несмотря на то, что, я вам говорю, что нам очень сложно бы было работать, если бы у нас не было вот сотрудничества с полицией. Это вот наша, не то, что основные партнеры, это вот наша база основная. Но в то же время возьмем, если мы сознание любого обывателя, лучше я подойду к какому-то другому человеку, чем к человеку в погонах, правильно? Поэтому они боятся слова следствия, они боятся слова расследования, боятся слова преступления. Вот, то есть это связано, видимо, с тем, что все-таки, ну, вот сейчас у нас возродили, снова в БОП, Управление по борьбе с организованной преступностью, есть отдел, чисто занимающийся именно торговлей людьми, предупреждением торговли людьми, расследования преступления и так далее. И вот надо, чтобы и эти сотрудники понимали, что к этим людям должен, ну, немножко особый подход. Вот, здесь вот казенный язык того, что преступник там, как они обычно говорят, он не подойдет, потому что человек уже сломлен. Вот, это раз. И второе, на что говорят, ну, уже спокойно ходил вот по селу, кто ему мешал и так далее. Куда пойдет человек, у которого нет паспорта, которому сказали, что ты в рабстве, который предупредили, тебя полиция поймает, тебя оштрафуют, тебя посадят, потом тебя вышлют и так далее. Куда он пойдет? Он никуда не пойдет. Он будет вот тут ходить, в этом окружении и так далее. Вот, поэтому много причин есть, почему. Но вот надо сказать, что в последнее время все-таки вот усилиями и МВД, усилиями других государственных структур, вот неправительственного сектора, все больше и больше людей начинают понимать, что это такое. Вот, и особенно важно, я бы отметила то, что у нас вот мы выполняем сейчас проект Winrock International. Мы обучаем этому молодежь, чтобы они понимали, что в любой момент никто не застрахован от этого. Вы рассказали, как можно понять, что человек находится в ситуации торговли людьми и вообще нужна ли ему помощь. А что делать, когда понимаешь, что замечаешь эти признаки со стороны? Вот для чего мы проводим разные тренинги, для чего мы ведем социальные сети, для чего мы имеем свой сайт и так далее, и для чего акции проводим вот на вокзале, в аэропорту, на берегу моря, вот среди молодежи, взрослых людей. Именно для того, чтобы если человек заметил, если ему даже показалось, указан телефон, ну позвоните, мы проверим. Мы свяжемся, проверим, посмотрим, вот лучше пусть будет ошибка, чем я видел, но не донес, и потом человек пришел в таком состоянии. Поэтому, если вы увидели, если вы что-то схожее где-то увидели, пожалуйста, наш телефон всегда работает, сообщите. Сообщите в тот же УБОП, у нас ребята, сотрудники с удовольствием проверят, чтобы это не было правдой, чтобы все-таки это не было преступлением. То есть само понимание инициатива человека, просто общества. Александр Викторович, до конца нашей программы остается немного времени. Воспользовавшись сегодняшним эфиром, вы можете обратиться к жителям, гостям Ангистовской области. Пожалуйста, если у них есть свои вопросы дополнительные, куда они могут обратиться, по какому номеру звонить, пожалуйста. Ну, во-первых, надо сказать, что не первый раз я на телевидении говорю об этой проблеме, и, как видите, проблема остается. И даже по любым прогнозам она еще будет оставаться, потому что миграционные потоки никуда не уйдут. Разница в экономическом положении, разница даже в климатических условиях, которые сейчас, вот, сами замечаете, какие. Она будет приводить к тому, что миграция была, будет, вот, и в настоящее время существует. Вот. Другой вопрос в том, что мигрант – это такой же человек, как и мы. С таким же правом на жизнь, с таким же правом на свободу, с таким же правом на то, чтобы не быть больным, избитым, оскорбленным и униженным. Поэтому, если вы видите такую ситуацию, если вы замечаете ее, вот, всегда можно обратиться по телефону в нашу организацию. Это телефон 545-168. Вот. Он работает 6, 5 дней в неделю. Есть телефон мой, который работает 24 часа в сутки. Я уже привык, что этот телефон является одновременно и скорой помощью, и так далее. Это 701-442-79-75. Вот. И любой ваш сигнал, который от вас поступит, мы обязательно проверим для того, чтобы убедиться, что с человеком ничего не произошло. И другое, что я хотел бы сказать, молодые люди сейчас опять стоят перед выбором того, куда поступить, где учиться и так далее. Я понимаю, что вы очень грамотные люди, современная молодежь, очень грамотная, продвинутая. Вот. Но я еще раз повторяю, от этого преступления никто абсолютно не застрахован. Поэтому, если вы сомневаетесь, если вы не знаете, как проверить, куда вы хотите учиться, или получить прозволь, идти учиться, или просто получить информацию или там совет, наши телефоны я уже назвал. Мы всегда открыты, мы всегда вам поможем, дадим информацию. Вот. И хотя бы расскажем, как себя предостеречь от того, чтобы не попасть в эту ситуацию. Ну, и мигранты, которые у нас работают, и работают, может быть, нелегально и так далее. Правда, хорошо работает такой вот узный телефон. И мигранты уже знают, куда можно обращаться. Но я еще раз повторяю, чтобы не боялись. Если попали в такую ситуацию, обращались, никто вас не будет сразу выдворять, казнить и так далее. Наоборот, помилуем, наоборот, поможем, чтобы вы из этой ситуации выбрались вместе с нашими правоохранительными органами. Спасибо вам большое, Александр Викторович, что были сегодня гостем нашей программы. Конкретно ответили на все поступающие вопросы, поделились контактными данными с нашими телезрителями, гостями в Мангисталской области. Я желаю вам всего самого наилучшего. Спасибо за вашу работу. Всего самого хорошего. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом сегодняшний эфир программы «Ей, что сказал, подошел к концу». Я и вам желаю всего самого наилучшего. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин